В прямом эфире новости сейчас с вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте и вот что известно к этой минуте. По последним данным от землетрясения на западе Ирана погибли 372 человека. Около 6000 пострадали. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана Хасану Рухани. Самые масштабные разрушения зафиксированы в провинциях Керманшах и Илам. Стихийное бедствие затронуло и Ирак. Там жертвами землетрясения стали не менее 8 человек. Около 400 госпитализированы. Сегодня президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Антон Алиханов. Возглавил представительную делегацию. Наша страна, как отметил глава государства, рассматривает регион как перспективного партнера. У Беларуси и Калининградской области хорошие возможности для уплотнения коопераций, взаимодействия в аграрной, строительной и транспортной сферах. Нам надо белорусам и россиянам видеть свой интерес, интерес своих народов. И тут наши интересы, российские, тем более Калининградской области совпадают. Я это к тому, что вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда поставим плечо. А в эти минуты в Национальной библиотеке проходит заседание Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству, по итогам которого планируется подписание ряда двусторонних документов. Бывший замглавы партизанского района Минска получил 9 лет лишения свободы. Буквально пару часов назад суд Первомайского района столицы огласил приговор. Экс-чиновник признан виновным в подстрекательстве к даче взятки, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами Николая Петромовича стали не менее 30 человек, а общая сумма ущерба составила около 500 тысяч долларов. Флаг телеканала «Беларусь-1» будет водружен над Белорусской полярной станцией в Антарктиде. Сегодня его торжественно передали руководителю белорусской экспедиции. Алексей Гайдашов пообещал, что поднимет его вместе с государственным символом сразу по прибытии на континент. Добрый день, добрый день, Юлечка. Спасибо огромное. Это большая честь. Мы с вашим каналом сотрудничаем с первой Белорусско-Антарктической экспедицией. Напомним, местом базирования Белорусско-Антарктической станции стал полевой лагерь «Гора Вечерняя». И это последние новости к этой минуте. Подробности в 19 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин